Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ» ведущая Александра Хайрулина. Друзья, здравствуйте! Это телерадиоканал «Страна-ФМ», первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Программа «Лучшее в стране». Меня зовут Александра Хайрулина, и я с огромной радостью представляю своего сегодняшнего гостя. У нас в гостях, друзья, директор Роскульт-центра Сергей Першин, ну и, между прочим, директор молодёжного форума «Таврида». Серёж, добрый день! Здравствуйте! Добрый день, здравствуйте! Очень приятно, что вы нас пригласили. Очень рада, и на самом деле, скажу честно и откровенно, мы так издалека, конечно, следим и за «Тавридой», прежде всего, за тем, что там происходит. И, в общем, подумали вот что, что нужно уже сейчас, мне кажется, и нам тоже активно об этом рассказывать, об этом прекрасном форуме, для того, чтобы, ну, мне кажется, наибольшее количество молодёжи обратили на это внимание и, может быть, решили для себя, стоит ли мы принимать участие в этом или нет. Вот. Если позвольте, давайте мы с вами расскажем, наверное, с тобой вкратце, если это возможно, об этом чудесном форуме «Таврида», потому как в третий раз уже проводился в этом году. В семнадцатом году это был третий форум, в рамках которого мы собирали профессиональные сообщества молодых деятелей культуры и искусства. Всё происходит в Крыму по инициативе президента России Владимира Владимировича Путина. И с каждым годом всё больше и больше участников набирается на этом форуме. Со всей уголков России и с зарубежа тоже, так понимаю, приезжают. Да, приезжают, но мы всё-таки в приоритете работаем с молодёжью из России. У нас 85 субъектов, 85 регионов, и все эти регионы так или иначе представлены на форуме. Ну, в двух словах о форуме. В двух словах о форуме это так. В общем, попасть на этот форум не так-то просто, на самом деле, как, может быть, кому-то покажется. Одно радует, конечно, что эта история совершенно бесплатная, абсолютно, да? Правильно всё говорили, что ни копейки абсолютно участник этого форума не платит. Но для того, чтобы стать участником этого форума, нужно пройти такую серьёзную процедуру регистрации и выполнить некие задания. Всё верно. Ну, здесь, Серёж, можете как-то сказать, чтобы не пугались люди? Да. На форуме, на этой площадке мы собираем, мы, это Федеральное агентство по делам молодёжи, в первую очередь, совместно с этого года, нынешнего, 18-го года, совместно с Роскульт-центром, до этого этим форумом в качестве оператора занимался Роспатриот-центр. Это ещё один подвед, как мы, подведомственное учреждение Федерального агентства. На форуме мы собираем молодых деятелей культуры, представителей индустрии культуры и искусства, выбравших уже, собственно говоря, какую-то стезю профессиональную в жизни. Говоря проще, это не участники кружков творческих или каких-то студий, да, это ребята, которые уже имеют определённый бэкграунд профессиональный в том деле, которым занимаются актёры профессиональные, художники, которые имеют опыт там выставок, биеннале, музыканты, которые уже, собственно говоря, определились, что музыка является их основным творческим направлением, да, профессиональным направлением. Ну и, собственно говоря, вот с такими аудиториями работаем. Конечно, это требует определённого подхода к отбору, потому что количество мест на сменах, у нас в прошлом году было 8 смен, но в этом году мы немножечко планируем, работая над качеством, немножечко уменьшить количество. На сменах мест не так много, 85 регионов, 85 субъектов, большой интерес. И, собственно говоря, нам приходится, конечно же, людей отбирать. Не нам даже, а профессиональным организациям. Здесь мы взаимодействуем с различными партнёрами, которые, собственно говоря, в этих индустриях являются законодателями смыслов, там, формируют эти смыслы. И эти партнёры сами отбирают профессиональных участников. Ну, в любом случае, я думаю, тем, кому эта тема интересна, нужно обязательно зайти на сайт, официальный сайт Сергея Назовёжным. Да, вот смотрите, регистрация происходит через общую систему, это автоматизированная информационная система молодёжь России. Что касается информации, где можно посмотреть о нашем форуме более подробно, это, во-первых, сайт Федерального агентства по делам молодёжи, сайт Роскульцентра, который буквально вот-вот появится. Это вообще отдельная тема, потому что Роскульцентр в 2018 году стартует, и появился Роскульцентр как подвет Росмолодёжи благодаря форуму Таврида. И, собственно говоря, вот там можно будет подчеркнуть для себя всю необходимую информацию, чтобы в этом году попробовать попасть на нашу площадку. Конкурс высокий, обычно это 10 человек в среднем, на разные смены по-разному, от 8 до 10 человек на место. Ну, это практически как поступление в ВУЗ, такой вот серьёзный, очень отборочный тур нужно пройти. Числа уже известны в этом году, Сергей? Место, я так понимаю, то же самое. Да, в этом году мы планируем стартовать одновременно с финишем Чемпионата мира по футболу. Вот, это июль 2018 года, и вот в течение полутора месяцев до конца лета, до последних чисел августа, будет работать наша площадка. Друзья, мы сейчас прервёмся с вами совсем ненадолго, после чего у нас есть небольшие видеофрагменты, как раз с форума молодёжного Таврида, и рекомендую обязательно всем вам вместе посмотреть. Оставайтесь с нами. Это программа «Лучшая в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ». Здравствуйте, друзья, всем ещё раз большой привет, кто только что присоединился, рассказываю. Сегодня у нас в гостях руководитель Роскульт-центра и директор молодёжного форума Таврида Сергей Першин. Сергей, привет ещё раз. Всем добрый день. Студентов, журфаков, людей уже практикующих, и, собственно говоря, здесь упор нашими партнёрами, которые отвечали за образовательный контент в рамках этой смены, а это общероссийский народный фронт, был сделан как раз-таки на журналистов, практикующих уже и работающих в региональных изданиях, в региональных телекомпаниях. А что касается вообще количества смен, вот ты уже сказал, что чуть меньше будет в этом году, но примерно известно, вот журналисты будут, творческая команда страны будет, да? Такая команда страны в прошлом году очень такой интересный проект, оказалась очень интересным проектом, и, конечно, мы будем продолжать в этом году эту практику, и хотим завершить Тавриду-2018 такой сменой, где соберутся представители различных направлений. Это будет такая творческая лаборатория, коллаборация. В этом году, в 2018 году, мы хотим по итогу получить в виде или в качестве совместного творческого продукта, мюзикл, вот, которым с удовольствием поделимся не только на площадках Крыма, речь сейчас идёт не о площадке, даже форума, да, а речь идёт... Да, да, да. Гастрольный график небольшой будет. Да, да, ну и, собственно говоря, мы планируем, что результат работы этой смены увидят в том числе и в Москве, а может быть и в Санкт-Петербурге. Ну, давайте посмотрим, друзья, всё-таки обещанное видео о молодые журналисты. Запускаем видео, посмотрите, пожалуйста, как это здорово происходит, эти счастливые и радостные лица. Молодой журналист современности — это, во-первых, журналист, который знает всё обо всём и обо всех, но в то же время он знает историю, свою культуру, свою, допустим, историю своего края. Со временем журналист должен быть универсальным, он должен знать всё. Молодой журналист должен уметь две вещи. Должен уметь просто объяснять сложные вещи, отсекать всё лишнее и оставлять только то, что интересно его, зрителю, читателю, его публику. Второе, что он должен уметь, это он должен понимать, что не он является звездой, а он пытается донести до своего читателя или зрителя ту информацию, которая стала ему известна. Такие формы, как тавридовы, помогают сейчас людям, помогают молодым профессионалам обрести какую-то почву и понять, куда им двигаться. Мы даём максимальное количество конкретных вещей, практических вещей, практики. Тавриды, конечно, очень-очень важную несёт функцию в плане общения. Когда региональные журналисты могут приехать, они знают, что здесь такие же, как они, приехали профессионалы, там, журналисты, да, им есть о чём поговорить, есть что обсудить. Профессия журналистов – это профессия неравнодушных людей. И нужно стараться как можно дольше и сохранять в себе чувство и отзывчивость. Отзывчивость на человеческие проблемы, боли, переживания, и радости, и счастье. Поскольку быть равнодушным и работать в нашей профессии невозможно. Представляете, 300 журналистов – это такая мощная энергетика, потому что эти люди в своих территориях, блогеры, газетчики, люди, работающие в маленьких региональных компаниях, иногда, когда выпячивают очень громко большие скандальные проблемы, которые в своих регионах, считают, что их никто не понимает, их мочит власть. А тут они одинаковые, они за страну, они за свои территории. И на самом деле задача показать друг другу и всем нашим пишущим телевизионным журналистам, что на самом деле они не просто не одиноки, а это мощная сила. Такие форумы, они невероятно важны, потому что здесь рождаются мысли о том, что тебе делать дальше. Ну, друзья, так что, если вы уже работаете журналистом, может быть, вы учитесь на журфаке, и вам от 18 до 30 лет, правильно же возраст называют, и тогда, если вас заинтересовало это замечательное видео, значит, вас заинтересовал молодежный форум «Таврида», все в вашей власти, в ваших руках, пожалуйста, интересуйтесь, и, возможно, этим летом вы сможете оказаться в Крыму и стать участником этого замечательного форума. У нас сегодня в гостях как раз директор Сергей Першин. Мы говорим, обсуждаем различные подробности. И вот я хотела бы узнать, Сереж, где проживают участники, к чему готовятся должны те, кто еще не побывал на «Тавриде», а только хочет отправиться туда? Ну, смотрите, мы работаем с очень интересной аудиторией, но она имеет определенную специфику. Ну и, собственно говоря, род занятий этой аудитории, он тоже подразумевает определенное отношение к инфраструктуре. Я говорю сейчас, например, о художниках. Вот к нам приезжают художники, к нам приезжают скульпторы, к нам приезжают музыканты со своими музыкальными инструментами. Зачастую эти музыкальные инструменты стоят прилично, как бы, да. И, собственно говоря, все это требует определенных подходов к инфраструктуре, поэтому с точки зрения комфортности, если говорить о форумной кампании, которая в нашей стране ежегодно реализуется, она состоит из федеральных площадок, межрегиональных, региональных. «Таврида» самые, наверное, комфортные, но тоже, собственно говоря, такой, способствующие тесному общению. Ребята у нас живут в коттеджах небольших, можно так их, наверное, назвать. Это звучит очень хорошо. В которых есть комнатки. Вот каждая комната, она, собственно говоря, оборудована санузлом, есть все необходимое. В общем, холодильник небольшой, есть сприт-система. Два-три человека помещаются в такой комнате. Ну и, собственно говоря, это как раз-таки плюсом является для реализации каких-то профессиональных своих качеств у тех ребят, кто к нам приезжает. Ну, это хорошая абсолютно история. Замечательно. Мы должны прерваться с Сергеем, после чего продолжим общаться. Оставайтесь с нами. Программа «Лучшее в стране» продолжается. Друзья, у нас сегодня в гостях Сергей Першин, руководитель Роскульт-центра и директор молодежного форума «Таврида». Сергей, скажи, пожалуйста, каждый год приезжает президент к своему детищу, так скажем, к своему проекту, инициатором которого он является. Мы бы хотели, чтобы это было так, но здесь очень сложно что-то предсказывать, тем более этот год он выбранный, как известно. В прошлом году президент был на нашей площадке, и у него была очень продуктивная встреча-дискуссия, разговор с молодыми деятелями культуры, по итогам которых, кстати... Не к журналистам приехал, Владимир Владимирович? Он приезжал на творческую команду страны, и была очень хорошая дискуссия, по итогам которой было принято решение о выделении средств на грантовую поддержку как раз-таки для молодых деятелей культуры, для их творческих проектов. Собственно говоря, это решение реализовано в этом году, и Федеральное агентство по делам молодежи как раз-таки является грантооператором этого конкурса. До трех миллионов рублей творческие люди могут получить на свои творческие проекты, что вполне себе достойно даже для съемки короткометражной картины. И, собственно говоря, в этом и была суть вопроса. Мне кажется, что... А, кстати, очень-очень интересная новость. Завтра, кстати, заканчивается прием заявок поздно ночью, прием заявок на грантовый конкурс Росмолодежи в целом от физических лиц. И каждый еще может успеть. Поэтому, зрители, пожалуйста, дерзайте. Сутки впереди. Да, сутки впереди. И с этого года, благодаря встрече президента с молодыми деятелями культуры, этот конкурс, он расширен, и будут новые этапы как раз-таки для творческих ребят. Но он касается, я так понимаю, не только участников Тавриды, да? Ну вот тот, который финиширует завтра, он касается вообще в целом, как бы, любых гражданских активистов. Что касается творческой молодежи, все впереди, много этапов. На Тавриде, собственно, как и в прошлые года, также будет проводиться грантовый конкурс, его часть. В общем, президент не просто приезжает на площадку, но и, собственно говоря, происходят совершения, о которых приятно говорить. В общем, президент не только придумал эту инициативу, в общем, да, ее как-то выдвинул, но и поддерживает, и курирует. Правильно выражаемся, Сергей? Давайте посмотрим сейчас, друзья, видео. Это как раз итоговое видео 2017 год, Таврида, видео смены, творческая команда страны. Как раз та самая смена, где художники, музыканты, хореографы, да, кто еще, кинематографисты. Художники, музыканты, хореографы, режиссеры, актеры, собственно говоря, скульпторы, дизайнеры, литераторы и писатели, и поэты. Давайте послушаем. Творческая команда страны – это действительно очень крутая смена, потому что здесь есть музыканты, писатели, художники, и все они работают над общим делом. Это люди, которые ощущают абсолютную ответственность за все происходящее здесь. Они сюда с этим пришли, у них есть ответственность за наше общество и с ними будущее. Я пришел сюда как отец и старший брат, а почувствовал себя в том смысле, что, ну, ничего, моя старость вроде бы как бы обеспечена, эти ребята меня не бросят. Сейчас искусство, оно очень синтезированное, то есть мы здесь можем общаться и с режиссерами, и с историками, и с танцорами, и все это такой опыт, который ты не получишь на своей профильной смене. Самая главная задача – увлечь ребят, чтобы они раскрылись. На самом деле очень интересно, допустим, попробовать себя в лепке, попробовать себя в поэзии, попробовать себя в актерском мастерстве, послушать, узнать, пообщаться с музыкантами. Мы черпаем для себя что-то новое у других. Любая профессия, она все равно, даже творческая, она все равно состоит из каких-то частей ремесленных, которых надо овладеть, и это очень важно. А тогда ты пойдешь дальше вперед. Мне кажется, что друг к другу все ребята, которые здесь собрались, они могут быть полезны. Здесь обязательно нужно искать какие-то связи. Это дает импульс для того, чтобы что-то создать талантливое, нужное людям. Мне кажется, все зависит от желания постоянно учиться, постоянно постигать что-то новое. Получается, на этой смене собираются огромные команды, которые можно полностью объединить для создания одного коллективного творческого продукта. Нужно продвигать молодых людей в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства. Таврида привет в молодежный форум образовательный. Таврида — это навсегда вот такой хэштег, друзья, вы можете наблюдать на своих экранах, в том числе и наверняка можете найти по нему очень много ярких и фотографий, и видео подтверждений тому, как здорово проходит этот международный молодежный форум. Сергей Першин сегодня у нас в гостях, это директор как раз Таврида и руководитель Роскульт-Центра. Сергей, я очень хочу задать тебе вот какой вопрос. Ты из Ростова-на-Дону, можно поговорить, да, немножко? Ну, родом, да. Да, там именно экономическое образование получено, очень хорошее, и практически сразу работа с молодежью, с воспитательной, так или иначе, огромное количество общественных организаций. Мне интересно, вот просто по-человечески, что тебя привлекает в этой сфере? В каком-то смысле на этапе там начальном мне это было безусловно интересно, как определенная возможность, возможность саморазвиваться, возможность общаться с большим количеством людей. И я в сфере молодежной политики работаю достаточно долгое время, и начиналось это все даже не в Ростове, а в небольшом городе, в Ростовской области, который называется Волгодонск. И в этом городе я занимался общественной работой и был даже таким общественным помощником главы этого города по вопросам, связанным с реализацией государственной молодежной политики. Там, кстати, в этом городке появилась одна из первых муниципальных общественных палат в стране, у нас там был свой сектор. И вот как-то, собственно говоря, затянула меня эта история, и затем она переросла уже в профессиональное поле. Я работал в различных органах исполнительной власти, в том числе и в регионе, в правительстве Ростовской области. Занимался молодежной политикой как специалист простой, работал в сфере образования, занимался воспитательной работой и молодежной политикой. Собственно говоря, работал в крупнейшем вузе региона Донской государственный технический университет. Затем переезд в Москву. В Москве работал в различных структурах. Вместе с этим, конечно, всегда параллельно с основной работой были какие-то проекты. И я как бы доволен, и я очень благодарен судьбе, что так сложилось. И я глубоко уверен, что люди, которые работали в молодежке, они на самом деле умеют все. Их можно просто на любой фронт отправлять, и у них точно получится. Ну, я так понимаю, что на сегодняшний день ты для себя определился уже, что это именно тот путь, которым ты дальше и будешь идти. Я не могу сказать, что был какой-то момент, когда я определялся. Вот, все складывается само собой. Жизнь сама взяла тебя и повела. В этом смысле я пробовал себя, кстати, в других профессиях, и немало там успешно. Но жизнь, она мудрее схем, и она вывела меня на этот путь. Я с радостью его принимаю, потому что то, чем мы занимаемся, от этого невозможно не получать удовольствие. Вот эти ребята, вот, Таврида, которая просто перевернула мой мир. А до этого был Роспатриот-центр. Да. И там тоже колоссальная работа проведена, и тоже огромное количество взаимоотношений с молодежью. Я хочу сказать, что Роспатриот-центр – это отличная школа, это организация, которая сейчас активно работает и сделала многое, многое для того, чтобы в этом году состоялся год волонтера, который объявил президент нашей страны. И вот тот форум добровольческий, который был в конце 2017 года «Доброволец России», где и произошло как раз-таки объявление 2018 годом добровольчества, это большой успех наших коллег, к которому они шли не один год. Я помню, с чего это все начиналось, как это все начиналось, там, три года назад. И считаю, что, конечно, они молодцы. Я сейчас не хотел бы выглядеть как герой басни, который расхваливает кого-то, но действительно колоссальные изменения произошли в сфере добровольчества, в сфере… Ну, это правда, я думаю, что очень многие это видят. Центры совершенно другие расставлены в сфере патриотического воспитания, и эта часть заслуги, безусловно, принадлежит ребятам из Роспатриотцентра. Но не стоит здесь забывать про наших специалистов, про специалистов по молодежной политике из регионов, из субъектов. Ваша организация называется «Страна-ФМ», и у нас большая страна, и в этой стране очень много людей. И, собственно говоря, мы для себя всегда знали и ценили тех людей, кто работает в регионах, кто работает в муниципалитетах, на местах, на земле. А я, как человек, который там прошел определенные ступени в жизни, понимаю, что это непростая работа и зачастую держится на энтузиазме. Я думаю, что… Это особенные люди, которые… Да, особенные люди, безусловно. Это и есть Роспатриотцентр, все, в принципе, в целом. Маленький вопрос. Скажи, пожалуйста, молодежь Ростовской области пользуются ли какими-то особыми привилегиями на Тавриде? И при отборе участников форума? Вы знаете, я очень часто просто встречаю ребят на различных площадках. Речь не только о Тавриде, на любых других. У Росмолодежи достаточно большой пул классных качественных мероприятий, территория смыслов и другие площадки, форумы. И бывает, что я участвую в них в качестве организатора, либо там эксперта, гостя, спикера. Я встречаю ребят, и они говорят мне, что они из Ростовской области. Мне, безусловно, по этому поводу приятно. Но сказать, что они пользуются какими-то преференциями, это не так. Тем более, повторюсь, говорил об этом. Поэтому отбор на наши мероприятия осуществляем не мы, осуществляют профессиональные партнерские организации. Как это работает? В двух словах. Например, смена музыканты. Вот есть, например, у нас там несколько партнеров, которые эту тему в стране ведут, качают. В том числе, кстати, Игорь Яковлевич Крутой со своим продюсерским центром, с прекраснейшим проектом «Новая волна», участниками которых, кстати, являются участниками Тавриды в том числе. И, кстати, победительница «Фабрики звезд» в этом году, «Новой фабрики звезд» — это участница Тавриды Гюзель Хасанова. Гюзель, тебе огромный привет. Вот они как раз-таки помогают нам отобрать. То есть они просматривают все эти анкеты. Таких организаций много, да? Мы между ними по профилю делим эти анкеты заявочные. Они просматривают и они отбирают этих людей. И в этом смысле никаких преференций ни у кого нет, кроме преференций для талантливых, ярких и способных. И искренне желающих добиться успеха, принести пользу стране в конечном итоге. Желание — это то, с чего все начинается. Друзья, прерываемся. У нас музыкальная пауза совсем ненадолго, после чего вернемся в студию. Это программа «Лучшие в стране» телерадиоканал «Страна.ФМ». Сергей Першин у нас сегодня в гостях. Друзья, мы говорим про молодежный форум Таврида и, конечно, про Роскульт-центр, который Сергей также возглавляет. Сергей, что на этот год намечено у Роскульт-центра, если можно об этом говорить, если уже все ясно, понятно? Нет, об этом можно. Не то, чтобы даже можно, а нужно говорить. У нас есть ряд проектов, которые мы планируем реализовать. Это проекты не новые. Эти проекты живут уже не первый год. Это такие фестивали, как фестиваль-конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия». Пусть не пугает вас это название. Фестиваль объединяет молодых музыкантов, которые в своей живой интерпретации поют песни, посвященные своим родным местам, малой родине. Это может быть город, это может быть страна. Да, это может быть улица, это могут быть друзья. В общем, разные абсолютно жанры. Там и рэп, и инструментальная музыка, и, собственно говоря, даже какие-то жанры, связанные с электронной музыкой, реализуются в рамках этого фестиваля. Ребята со всей страны участвуют. Фестиваль-конкурс «Русские рифмы». Писатели, поэты, молодые писатели и поэты. И форум «Города» — это форум, который объединяет тех молодых дизайнеров, урбанистов, архитекторов, кто очень хочет поучаствовать в изменении пространств наших родных городов, сделать их более комфортными, красивыми, светлыми. И в этом смысле мы с ними заодно. Все эти интересные проекты, они именно таковыми и являются, это мое мнение, они касаются тоже только молодежи. То есть это вот вся история от 18 до 30 лет. И если тебе уже 32, все, не подходи. Не, на самом деле, очень важный такой момент, что за три года работы форума «Таврида» у нас выросло целое поколение новых экспертов. То есть это вот те ребята, кто к нам приезжал в качестве участников в 2015 году, они уже участвуют. И, кстати, в 2017 году это абсолютно присутствовало на площадке. Они принимают участие в форуме, в работе наших различных мероприятий в качестве экспертов. Они уже добились чего-то, и им есть с чем поделиться. И в этом смысле это бесконечный процесс. То есть мы формируем сообщество, в этом сообществе разные люди. Конечно, старше 30 и моложе 18 от этого. Вообще мир такой, он динамичный, да, и поколение знаний, поколение Z, если говорить о межпоколенческой теории, оно поджимает как бы активно. Мы здесь не связаны никак по рукам и ногам. Мы абсолютно открыты, и есть только одно мерило, да, это желание участвовать в этих процессах и степень твоей как бы талантливости. Сергей, спасибо огромное за сегодняшний визит, за нашу сегодняшнюю программу, за то, что вы делаете. И мне искренне верится в то, что и благодаря нам в том числе, Тавриде будет еще больше талантливых людей. Роскульт-центру, конечно, процветание, интересных, невероятных проектов, воплощение их удачно. Но и Тавриде тоже долго, долгие годы, долгие лета. Спасибо еще раз большое, друзья. Ну, а всем, кто заинтересовался, знает, куда обращаться, интернет, в помощь, что называется, ну, и телерадиоканал «Страна ФМ». Сергей Першин был сегодня у нас в гостях, руководитель Роскульт-центра и директор молодежного форума Таврида. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо большое, до свидания. Лучшее в стране.